Всем приветик! С вами Натали. Сегодня у меня разговорное видео. Я надеюсь, что оно будет небольшим, потому что я постараюсь компактно изложить всю информацию. Я думаю, что многие из вас знают, что блогеров приглашали на премию Муз ТВ. Я уже на своем влоговом канале... Да, у меня есть влоговый канал, если кто-то не знал. На влоговом канале я уже рассказывала вкратце об этом. И у меня даже есть влог оттуда. Если захотите, посмотрите его. Ссылочку оставлю в описании этого видео. Сейчас я хотела немного рассказать о самой премии, точнее, об ее организации и вообще о своей мысли на этот счет. Хочу начать с того, что премия была 15-я уже. Ей аж 15 лет. У меня не укладывается цифра в голове, потому что я помню, как на самую-самую первую премию Муз ТВ мы ездили с моим папой на машине в Москву. И я была вообще мелкая. Я очень ждала выступления тату. Но, к сожалению, на выступлении тату папа сказал, все, давай собираем манатки и уходим, пока люди не повалили изо всех щелей, чтобы успеть выбраться без очередей и толкучки. Ну и оказывается так, что премия уже 15-я. И Муз ТВ позвали блогеров. По-моему, они второй раз уже зовут блогеров. И звали они их пройтись по красной дорожке. Ну, каждый уже, конечно, сказал, что красная дорожка на самом деле зеленая. Ладно, скажу я. Вот. Для меня это, конечно, было неожиданностью. Это было очень-очень приятно. Из тех, с кем я общаюсь, там была Тилька, там была Настя Герц. Ну и до самой премии мы с Настей нехило так мотались по Москве, потому что я брала платье в прокат, а Настя забирала свои туфли. В общем, ну, вы знаете, Москва такой город, что без пробок, безо всяких задержек просто невозможно. Дело в том, что нам сказали, что мы должны в 15.30 быть на месте, и в 16.00 уже начнется ковровая дорожка, и нас выпустят на ковровую дорожку именно в 16.00. То есть без опозданий, без опозданий, блогеры, приходите, все, вас выпустят на дорожку в 16.00. Ну, естественно, мы к этому времени приехали, очень боялись опоздать. Но нет, нам сказали, что все вроде бы как задерживается, то есть вы не опоздали, не бойтесь. Мы такие вздохнули, перевели дыхание и думаем, ну, хорошо, успели, значит, скоро пойдем. Но не тут-то было, мы пошли, наверное, это было начало восьмого вечера, да. Убегая вперед, немножко хочу сказать, что это видео я снимаю не потому, что, как некоторым кажется, что блогеры зажрались, блогеры зазвездились и так далее. Нет, поверьте, вообще нет. Вот я точно не зазвездилась, потому что, ну, знаете, у меня самооценка не самая лучшая, и она у меня не стопроцентная, чтобы вот там, как так они со мной обошлись? Нет, нет, я снимаю это чисто, как вам сказать, ну, показать, какое отношение бывает у людей. В общем, мы должны были пройти по дорожке, начиная с 16.00, нас должны были тоже представить, ну, может быть, какие-то маленькие вопросики бы были, там же долго все это, в принципе, не происходит. Но этого не было, к сожалению, да, к сожалению, этого не было. И то время, начиная с 15.30 до начала восьмого вечера, ладно бы было очень круто, если бы мы сидели на какой-нибудь хотя бы лавочке или стульчиках, или можно было попить воды, да, или сходить в туалет, было бы просто шикарно, но нет, все эти три с половиной часа мы провели, ну, я не знаю, как сказать, это что-то вроде парковки Олимпийского, чисто так огорождано небольшое место, где стояли блогеры, там еще другие люди, и за оградой стояли люди, которые тоже прям постоянно через ограду перелезали, подбегали к блогерам, фотографировались, в общем, охрана, это, ну, было немного странно назвать это охраной, но я, в принципе, ничего против не имею, я бы сама, наверное, полезла, если бы была маленькая. Ну, и мы в платьях, на каблуках, на шпильках, на платформах, кто на чем, в общем, три с лишним часа простояли вот на этой стоянке. Мы устали, скажу вам честно, и знаете, любой бы, любой бы на нашем месте устал стоять на каблуках три с половиной часа, серьезно, особенно, я знаю, что мы, девчонки, я, Настя, Герц, Тилька, мы все выбираем кеды, мы постоянно ходим в кедах, и каблуки, платформы для нас, ну, это более сложная обувь, особенно, если нужно стоять на ней столько времени. Ну, вот, случился тот момент, когда мы идем к дорожке, когда про нас действительно забыли, мы втроем подошли к месту, ну, откуда нужно на нее выходить, там просто столпотворение из знаменитостей, из всяких журналистов, люди, которые кричат друг на друга, все недовольны, это ужасно, и нам сказали, что мы не пойдем туда, как раз на дорожку мы немного не поняли, как понять не пойдем, если бы нас и пригласили для этого, чтобы туда пойти, да, и это немного странно, но, в общем, там все это разрулилось, девушка, которая пускала всех на ковровую дорожку, она почему-то на нас наорала, она кричала что-то вроде, пошли, быстрее, пошли, я, в общем, не помню, на самом деле, что именно она кричала, но это было грубо, резко и, ну, скажем, ну, немного неприятно. Вот, мы пошли втроем, я, Тилька и Настя Герц, и с нами еще была мисс Москва, вроде бы мисс Москва, я не знаю, в общем, какая-то еще девушка, ну, нас ничего, по сути, не спрашивали, мы просто прошли, сказали, что это блогеры, и, в общем-то, все, и мы зашли в Олимпийский. И я подумала в тот момент, а стоило ли это все 3, почти с половиной часа стоять, ради того, что мы вот так вот, и все. Опять же, это все я рассказываю не потому, что мы зажрались, нет, просто договорено было совершенно у нас по-другому, то есть нам говорили, что будет вот так вот, вот так вот, нам показывали, как будет, и как это было все на самом деле. И недовольные, по-моему, были там очень многие, потому что рядом с нами стояли тоже различные музыканты, которые в толпе, вот в толпе лишь ждали, когда их позовут на дорожку, и на лице удовольствия не было практически ни у кого. Потому что это толкучка, все кричат, что-то ругаются, выкрикивают, ну, в общем, организация вот этого всего для меня была как бы на нуле, мне кажется. Где-то, наверное, так, да. Про саму премию Mustave я, конечно, не буду говорить ничего плохого, потому что у них офигенные шоу. Я всего лишь поделилась своим мнением, тем, что было, и различные комментарии в стиле, что вы блогеры, вас там не ждали, эта премия не ваша, вы никто, вы блогеры, эта премия не для вас, а для певцов, певиц и групп, ну, народ. Мы знаем, что это премия для музыкантов, но есть такое понятие, как гость. А мы действительно были гостями на данном мероприятии, а действительно к гостям, ну, хотя бы немного уважительно нужно относиться, но этого, к сожалению, не было. Ни о какой звездности речь совершенно не идет. Никто из нас не зажрался, никто не зазвездился. Я не знаю, как это будет премия проходить в следующем году, мне кажется, нас уже и не будут задавать. Ну и ладно, я, кстати, не расстроилась, как вам могло показаться. Ну, был такой неприятный, скажем, осадочек. Кстати, мы даже с тобой не стали сесть в Олимпийском, мы посмотрели буквально там чуть-чуть от премии, развернулись и ушли, потому что там даже не хватало мест сесть ребятам, блогерам другим, и это было очень-очень странно. Вот, напишите, пожалуйста, в комментарии, смотрели ли вы премиум с ТВ, за кого из музыкантов вы болели. Я вообще особо не слушаю русскую музыку, но я хочу сказать, что положительно я отношусь к Сергею Лазареву, к Диму Билану. Вот такое небольшое у меня видео вышло разговорное. Поставьте лайк, если оно вам понравилось, если вы хотите видео, где я отвечаю на какие-то вопросы. Я буду желать вам отличного настроения, мы с вами увидимся уже очень скоро. Я, кстати, пошла на почту забирать свои посылочки, надеюсь, там мне пришло достаточно. Все, всем пока!